Встречают с очередным титулом чемпионов России. Довольные, но уставшие ребята отдали все силы в финале с Красноярским Енисеем. Мы играли 6 матчей, 3 в группе и потом плей-офф. Шли к этому целый год, усердно тренировались. Весь турнир я старался, ложил попытки, прорвал линии, доказывал, что я лучший. На турнире Егор набрал 45 очков и стал самым ценным игроком чемпионата России. Однако в финальном матче геройствовал его партнер Ярослав Фадин, занес попытку и забил два штрафных. Это было тяжело, потому что это большие намерения на то, чтобы победить и большие возможности на победу. И это большая ответственность опять же. Это было необычно и даже как-то приятно, что получилось именно то, к чему я старался, шел весь год. Спасибо тренерам, группе поддержки и команде. Ура! В кубке не победное шампанское, а газировка. Ребятам еще только 16, потому отмечают пока так. Клуб и родители постарались организовать теплый прием своих чемпионов. С всей семьей и сестра приходила, помогала и дочка младшая, рисовали плакаты до двух часов ночи. Но это того стоило. Очень было эмоционально. Голос сорвали, болели всей семьей. Болели перед экраном телевизора, но вот такое ощущение, что были там. Финал у Енисея юные рэгбисты выиграли 14-12. На следующий день после исторической победы основного состава локомотива над красноярцами. Главный матч года ребята смотрели вместе и вдохновились триумфом старших. В гостинице начало немножко трястись. Сначала после того, как 17-0 некоторое уныние появилось, но потом прям нога Сергея Янюшкина сотворила чудеса. Это вообще круто. Парни орали, поздравляли друг друга и готовы были тоже к бою. Впереди у юных рэгбистов локомотива не отдых, а тренировочные сборы. Родители вместе с наставниками сделали ребятам подарок. Спортсмены отправятся в Махачкалу и будут готовиться к новому сезону у моря.